Без малого 71 год прошел с окончанием Великой Отечественной войны. И спустя годы все меньше и меньше остается в живых, переживших ту страшную трагедию. 11 апреля заключенные из самого крупного лагеря смерти Бухенвальда подняли восстание против своих палачей, одержав победу над гитлеровцами. Таких лагерей смерти было тысячи. Эта дата установлена в память об интернациональном восстании узников. Еще помнит эти страшные дни и бывший заключенный лагеря Шпандао Светлана Перфильева. В немецкую оккупацию она попала вместе с мамой и еще ребенком. Тогда ей было всего два с половиной года. Деревню в Брянской области, в которой они жили, сожгли. А так как мама ходила в разведку и помогала партизанам, их отправили в Германию, где и посадили за колючей проволокой. Каждый день всех взрослых водили под конвоем работать. Вот только еды они практически не видели. Хлеба вообще давали по маленькому кусочку. Вот дадут мне и маме. Я свой съем. Мам, дай в долг до вечера там. Утром дали это. А вечером опять. Мам, дай мне в долг до утра. Вот так вот нас, конечно, все время голодали в лагере. Подтвердить, ставились ли медицинские эксперименты или забирали ли кровь для немецких солдат, сейчас Светлане Ивановне сложно. Но рассказывает, что на две недели немцы все же забирали ее в больницу. Память в этом возрасте работает избирательно, но страх крови остался до сих пор. Что они там со мной делали, я не знаю. Но вот я говорю, может быть, после этого я стала бояться очень крови. Мне плохо. Говорят про кровь, и я сразу в обморок, я падаю. С малых лет дети знали, что такое смерть. Страшные картины встают перед глазами до сих пор. Одна из них, когда во время бомбежки они с мамой не успевали добежать до бомбоубежища. Остались одни в подвальном помещении без окон и дверей. Тогда бомба упала на бомбоубежище, забрав жизни всех тех, кто забегал туда последними. Мама все говорит, молись Богу, молись Богу, это Богу молились, все это самое. А если бы мы попали туда, последние забежали, то нас бы тоже убило. После окончания войны факты жизни в плену все предпочитали скрывать. И только потом, годы спустя, здесь, в Щелково, Светлана Ивановна вместе с единомышленниками организовала Щелковское общество бывших несовершеннолетних узников фашизма. Где и сейчас коллеги ведут прием всех сопричастных к этим событиям. На сегодняшний день в Щелковском районе в живых осталось не больше 170 человек. В Германии, в городе Хеймер, жители также чтут память советских военнопленных, жизни которых унесли лагеря смерти. Сейчас на месте концлагеря установлен мемориальный комплекс. Еще в 1992 году с этим городом Щелковский район заключил попротивские соглашения. В мае прошлого года в Щелковской художественной галерее проходила выставка фотографий, свидетельств и зверств, которые творились в концлагере немецкого города Хеймер. С каждым годом таких людей, переживших весь ад концлагерей, становится все меньше и меньше. Их жизнь научила быть сильными. И они умеют любить. Пожелание такое, чтобы не повторилось, не было у нас войны. Чтобы наши внуки это не видели, не прошли через это. Не дай бог. Дорожить жизнью. И, конечно, любить и беречь своих близких. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова